Внимание! Свидения, включающих рейс номер 774 из Лондона. Рейс задерживается по причине метеоусловий. Слушайте, у них метеоусловия. Самолёт из Лондона влетел во время. Час назад должен был быть здесь. Спрашиваю, где он? Что случилось? Никто ничего не отвечает, а? Девушка, ну скажите, что там в 774 из Лондона? Я вас очень прошу. Молодой человек, я вам уже все сказала. Ждите дополнительной информации по залу. Привет. Девушка, вы можете это нормально? Ну что ж, тут у нас сейчас никакой информации, хоть бы что-нибудь сказали. Ну куда? Ну хоть бы что-нибудь. У нас столько времени присылали. Внимание! Свидения, встречающие. Рейс номер 774 из Лондона совершил позадку. Ну вот, прилетели. Другого и выйти могу. Такси, такси! Сначала у нас пять штук, а потом нам отверстили, что наш самолёт находится в зоне турбулентности. И тут так затрясло, кто не успел пристегнуться, так подпрыгнули. Вещи попадали. Такси недорого. Игорь Николаевич, ну как там? Страшно было? Где там? На том свете? Там все просто. Вот думаю, стоило ли. Чего? Возвращаться, думаю, стоило ли? Возвращаться, думаю, стоило ли? Синяезон. Выдав Collectile Игорь Николаевич, кофе, пожалуйста. Нет, спасибо. Поэтому, Игорь Николаевич, мое предложение — больше не вкладываться в дешевую панель, а вкладывать деньги в кирпично-монолитное жилье. В кирпично-монолитное жилье. В пригородах Москвы, а также, спасибо, в коттеджные поселки и в таунхаусы. Других способов инвестирования денег я просто не вижу. Подожди, Олег, я не поняла. Что мы делаем с элитным жильем? Мы этим вообще больше не занимаемся? Лина, я тебе многократно говорил, мы этим больше не занимаемся. Хороших предложений на этот счет просто нет. То, что предлагают строить, предлагают строить фактически на торфянник. И кто это потом купит? Игорь Николаевич, хороших мест просто не осталось. Что, совсем не осталось? Нет, но есть условно подходящие для этого места. Например, вот здесь вот заповедник, а вот здесь вот генеральские дачи. А вот это что? Вот это замечательное место. Сейчас покажу. Это маленький и красивый городок, практически одноэтажный. Рядом река, лес. Прекрасная, просто прекрасная экология. Но проблема в том, что местные власти не хотят с нами договариваться. Так много просят? Я бы сказал, наоборот. Садитесь, Олег Михайлович. Спасибо. Я попробую сам пояснить. Игорь, понимаешь, этот городок, кстати, он называется Пригорск, он областным властям не подчиняется. Местный мэр добился того, что все важные вопросы, включая строительство, решает напрямую городская администрация. Там его уважают и в его дела не вмешиваются. Ну, отлично. Значит, нужно дать лично мэру. Не берет. Он считает, что там какие-то особенные целебные источники бьют. И коттеджи там строить нельзя никак. Только санаторий. Два года с этой идеей носится и к Пригорску близко никого не подпускает. Да он ненормальный, Игорь Николаевич. Я же у него был. Семья большая, живут на копейки. И фамилия у него такая же дурацкая, как он сам. Ромашкин. Станислав Альбертович, мне как-то странно слышать от такого опытного сотрудника, как вы, такие неубедительные доводы. Вам лучше меня известно, что на любого чиновника, а тем более на мэра крохотного городка можно найти управу. Прошу вас лично заняться этим вопросом. Через месяц Пригорск должен быть включен в план инвестиций по элитным коттеджам. Сегодня у нас какое число? Сегодня восемнадцатое. Восемнадцатое. Восемнадцатое июня, правильно? Да. Все, значит девятнадцатого июля. Я жду вас с закладом по этому вопросу у себя. Хорошо. Игорь Николаевич, вы в ресторан с Андреем поедете или с другим водителем? Какой ресторан? Ресторан «Фазенда» на Никольной горе. У нас же сегодня корпоративная вечеринка. Забыли. Извините там за меня, я не поеду. Только праздник вам весь испорчу, настроение что-то никакого. Домой поеду. Андрея позовите. Угу. Позвони жене. Просто великолепный футбол показали сегодня немецкие футболисты. Да, у этих парней сегодня получалось все. Балок, ясно. Вот он у нас настоящий герой этого матча. Германские футболисты выходят в четверть финал чемпионата Европы. Ту-ту-ту! Здрасьте, Игорь Николаевич. Здрасьте. А это что? А это гости у Виктории. Здрасьте, Игорь Николаевич. Отсылаю смс, я в сотый раз Заставляю сердце биться вновь и вновь Моя пьяна, моя пьяна, моя пьяна Ага, Ага, Ага Слышите, я хочу Милая И пришлёшь ответ мне, Дай, Далься О, соскучились по шерхану-то, Игорь Николаевич. Чуть с ним. Вставай! Вставай! Ну, пошел! Гони! Гони, ну! О, Господи! Что ж ты делаешь, дурак? Что же? Вставай! 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 Что ж ты, собака, доделал-то? Что ж ты, собака, доделал-то? Тысячи гектаров леса в Анталье превратились в пепел. В турецкой провинции бушуют сильнейшие пожары. Как сообщает местное телевидение, борьба с огнем идет круглосуточно. Вам помочь, Игорь Николаевич? Не надо, иди спать. На втором этаже место найдешь. Игорь Николаевич, игорь Николаевич. Субтитры сделал DimaTorzok 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 что вы с Игорьковым на пару шоферите. У меня зять, знаете, кого возит? Начальника милиции. А вы кого? Да одного там возим. А, главное при деле, да? Свет, ты мне денег дай. У нас бензин кончился. Я сегодня в Москву приеду, к тебе вышлю сразу. То есть, ты что, уезжаешь, что ли? Ну, конечно, у меня же дела в Москве. Свет. Угу. Свет. Да. Свет, ну я вернусь через месяц, обещаю. Ну не через месяц, через два, ну. Дела сделаю и приеду. Я тебе обещаю, Свет. Свет. Свет, уезжай. И чтоб я тебя больше не видела. Столько лет ждала, ждала, сегодня увидела, аж в сердце прыгнуло. Вот думаю, будет у Ниночки посаженный отец. Мы ведь одни-одиночки, а у жениха у него полгорода родня. Они даже музыкантов позвали, а ты, на, на, возьми, сроденьки. Свет. Уезжай. 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 Не хочу видеть. Ты что, плачешь, что ли, Свет? Ну, все. Ну, все. Я принял, Свет. Все. Все. Все, обещаю. Все. Не надо. Все. Я так тебя ждала. Спасибо, голубушка. Вика, мне очень жаль, что приходится об этом говорить, но Игорь Николаевич позвонил мне и поручил объявить вам об условиях развода. Да? Мы же с ним подписали брачный контракт. Совершенно верно. И этим контрактом предусмотрено, что в случае развода вы получаете ежемесячные алименты в хорошо известном вам размере. Да. Меня это устраивает. Да, но, понимаете, один нюанс, одно маленькое примечание. В случае установления факта супружеской измены, вы лишаетесь права на алименты. Игорь сообщил мне, что считает этот факт установленным. Также он сообщил мне, что в случае, если вы не согласитесь с этим, будете оспаривать этот факт, он просто вынужден будет начать бракоразводный процесс в судебном порядке. И даже если нужно, привлечь к делу свидетелей вашей вины. Я вам больше не голубушка. Он не может так со мной поступить. Увы. Да, вы не знаете этого человека. Вы, вы не знаете. Я музыкант. Вы понимаете, я положила карьеру на него. Я семь лет с ним прожила. Но это же как танк, понимаете? Он любого переедет. С ним невозможно иначе. Я такое в суде про него расскажу. Мало не покажется. Зайчишка, я поеду, поеду. Подожди. Ты куда? Ну, постой. Подожди. Нам надо поговорить. Я тебя умоляю, зайка. Ну, ну ты пойми, ты у меня такая красотка. Я такой бедный. Ну, подожди. Нам нужно остаться. Нам нужно поговорить, нам нужно… Ну, я не смогу тебя содержать. Все, все. Прости, прощай. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Сволочи. Просто сволочи. Все сволочи. А почему вы нарисовали беседку? Там же ее нет. Ну, мне рассказывали, что она там была. Много кто рассказывал. Да, была. Это ж так красиво. Это ж так красиво. Да, было. Субтитры сделал DimaTorzok Семенов, погоди, я тебя узнала. Эх, Семенов, ты посмотри на себя. На кого ты стал похож? А? В старших классах ты вроде взялся за ум, да? Кира Михайловна. С учета тебя сняли в комнате милиции. Ты помнишь, что я вам всегда говорила? Да, в человеке все должно быть прекрасно. Вот я вижу, какой ты прекрасный. Кира Михайловна. Позорище. Как был дурак, так и остался. Кира Михайловна, дайте я вам все объясню. Подождите. Кира Михайловна. Кира Михайловна. Алика Михайловна. Алика Михайловна. Ха-ха! Блин! Как, Гриш, я спросил! Ну, не бери тебе с собой телефон на рыбалку! У меня рыба сорвалась, а. Ага, Анатолий Иванович, давай-ка через полчаса на объекте и захвати с собой прораба оболгуса. Посмотри, что вы там сделали. Гриша. Все, давай. Игорюк. Здорово. Семенов, здорово. Какими судьбами? Да вот у племянницы свадьбы завтра. Я знаю, мне Нинка и говорила. Она же у меня работает в РАНО, секретарем. Поправился. Ну. Годы идут. Седой Бобер дороже. Слушай, давай забегай ко мне. Заходи. Наших помним, посидим. Хорошо. Алло. Да, Люсь, это я. Да, я. Люсь, хватит. Ну, нету у него никакой любовницы, а? Дачницы. Ну, он бытовую технику им ставит. Ну, конечно, работа у него такая. Люся. Люся. Алло, Люся. Все, давай по этим вопросам ты мне больше звонить не будешь. Хорошо? И себя позоришь, и мужа своего позоришь. Все. Мэр. Не надо говорить о своими выдумками. Все. Спасибо, что одежду привез. А то Светка нарядила меня, черт знает во что. Как там в Москве? Все, как договаривались. Станислав Альбертович, я сказал, что отвез вас Шереметьево, заехал за вашими вещами. Оформил себе отпуск. Мои все равно на дачу уехали, так что до конца недели я с вами. Да, вот еще. То, что вы просили. А, спасибо. Тут налево давай, на дорогу. Холм с другой стороны объедем. Эй, корыто. Ну что, газу прибавим или как? Это мэр здешний. Да ладно. Мэр? Ха-ха. Мэр. Если мэр на девятке гоняет на чём, у него замы тогда ездят. Пешком ходит, наверное. Если не вообще у него есть какие-нибудь замы. Мэр. Всем здрасте. О, а кто опять здесь? Почему? Не приняли, что ли? Не приняли. Даже документы в новую школу не берут. Стихи знает. Русский хорошо знает. Ну, неправильно. Ладно, подожди. Сейчас разберемся. Не волнуйся. Подожди. У вас как в том фильме. Одни горы да пригорки. Поэтому город Пригорск называется, так? Далеко ещё ехать? До источников. Да нет здесь никаких источников. Ни целебных, никаких. Всё это байки для привлечения туристов и государственных инвестиций. Понял? Понял. А зачем же мы тогда сюда едем? А затем. Я хочу знать, в какие игры играет мой школьный приятель Гриша Ромашкин. На чём зарабатывает свой политический капитал. А может и не только политический. Смотрите, шлагбаум. Ну вот, начинается. Особо охраняемая территория. Я так и думал. Да. Всем, кроме госчиновников, вход запрещен. Почему запрещен? Ничего не запрещен. Просто мальчишки повадились на мотоциклах подъезжать к самому роднику. Вот Григорий Иванович и поставил здесь меня и шлагбаум. А вы без машины. На машинах нельзя. Вы пешком. Прошу. Дед, какому роднику? Там же один лес, да Калуги самый. А вы, случайно, не местный? О, не деда ли Микола внук? Откуда здесь родники? Так учёны открыли. Григорий Иванович где-то вычитал, что здесь ещё при царе воды целебные добывали. И даже лечебница была. Ну, а во время войны всё перекопали, потеряли. Никто не знал. Даже я не знал. А теперь красотища, красотища-то какая. Вы посмотрите. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Я вставил в вашу карту свой мобильный телефон. Я обойдусь, а вам никак нельзя без связи. Думаешь? Игорь Николаевич, а водичку-то попробуйте. Класс. Не пожалеете? Играет музыка. Играет музыка. Телечочки приехали? Да, они там внизу ждут. Хорошо. Григорий Иванович, я бы хотела вам кое-что показать, что вы прочли. Да? Ага. Вам тут письмо пришло на ваше имя, вместе со всей почтой. А как пришло — я не знаю. Я бы хотела, чтобы вы его прочли. Ага, сейчас. Ну давай, давай. О, Григория Ромашкина. Ага. Ага. Может вам отпуск взять, а? Ну и семью бы подальше увезли, и сами бы уехали. Ну все безопаснее. Если они такие письма стали писать, ну, они так просто словами-то бросаться не будут. Уехали бы, Григорий Иванович. Это мой город. Мне здесь бояться нечего. Ладно, зови телевидение. Ага, зову. Григорий Иванович, я вас прошу. Толя! Пошла. Иди сюда. Вон, смотри. Окно на первом этаже открыто. Вон, смотри. Окно на первом этаже открыто. Не видел. Не видел. Не видел. Сразу видишь, ты чужой. Вот иди посмотри. Иди сюда. 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 Конфетки давали, помнишь? Слушай, ты мразь малючая! Моя мать еще девчонка совсем была, а вы налетели, как вранье, когда дед помер! Да ты что, Игорек? Ушибешь ведь! О, пугай ты какой стал! Ты рассчитался? Рассчитался. Ну и поехали отсюда. Погодите, а как свадьба? Какая свадьба? Не будет никакой свадьбы! Завтра весь город соберется, будут думать догадать, на кого я похож! От кого она меня родила? Уроды! Еще жалеть меня будут! Да пошел он к черту, весь этот город! С мэром их придурочным! О, еще одна машина подъехала! Так! Катя, Люба, давайте! Санек, Пашетинский! На, тащи, давай! Давайте, 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 тащите! Драется! Смотри, хорошо, что вашего начальника не было, а то мне разрешил! Ну, смотри! Драется! Мне не надо, ни в коем случае! Правильно, да? Красивая! Красивая, как живая! Что, с ней не нравится? Смотри, какая собака! Смотри, какая собака! Не нравится! Разлилась, разлилась! Речка быстрая! Разлилась, разлилась! Речка быстрая! Через тую речку перекладины коляжи. Через тую речку перекладины коляжи. Там и шли, и про и шли три сестры и чуники. Там и шли, и про и шли три сестры и чуники. Старшая сестра наперед пошла. Григорий Иванович, спасибо, спасибо, что пришли. Вон у нас невеста, вон у нас невеста, поёбли. Горька, 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 горька. Свет, это что, у Ромашкина столько детей? Ну, сколько, сколько? Трое дочерей, Вера, Надежда, Любовь, а ещё племянницы есть. А слева вон жена Катя, не помнишь? Она с матерью твоей работала. Не помню. Я всех забыл сверху, очень старался. И Маринку забыл. Ты хоть знаешь, что она умерла? Знаю. Я ей писал в Боровск семь лет назад. Соседи письмо вернули. Здоровье, родители, стараются о том, что они... За что? Ну, вот когда. Друзья, вы ждали. О! 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 Умите себя, любите себя, любите себя, любите себя, любите меня. Мэру, вашему и выпить не дают за молодых. А с ним всегда так. Стоит ему где-то появиться, сразу все пристают с разговорами. У каждого обязательно найдется, о чем его спросить. Как вы о нем говорите? Как будто с гордостью. Ну как же иначе? Он же мой брат. Гришка ваш брат? Да. Так, значит, вы, то есть, то есть ты Аня, что ли? А ты, Игорь, я тебя помню. Ты часто к нам в гости ходил, особенно в старших классах. Я так хотела тебе понравиться, а ты меня прогонял, чтоб не мешало. Ну, а ты такая вредная была тогда. Помнишь? Все время обзывалась. И вся в веснушках. Некрасивая и лохматая была. Да я сейчас лохматая. Дима. Дима. Молодец. Хорошо, товарищ пляшет. Деток научился. Он насмеренно сдыхал. Точно так же бил. Да-да, слышу, Станислав Альбертович. Слышу. Рано? Нет, нормально. Да, здесь разница во времени. Что вы у меня? В Бразилии. Ну, а где же еще? Слышите? Хорошо. Нет, завтрашнюю встречу со строителями придется отменить. Я здесь задержусь, пока не знаю, на сколько. Ну, а что у нас еще? Ты купаться идешь? Да, сейчас иду. Нет. Нет, ну с этим вы и без меня справитесь. Да. Пойдем. Что по Пригорску? По Пригорску все остается в силе. Да. Я на месте. Начинаю. Я на место. Начинаю. Это вы после школы фотографировались. Помнишь? Смешные. Потом тебя в армию взяли, а Гришку нет. Он так переживал. Долго потом всем доказывал, что абсолютно здоров. Закалялся, из реки до ноября не вылезал. А потом твоя мама запалела. Гриша ходил ее навещать, ты знаешь? Нет, не знал. Они вместе с Мариной ходили. А Марину ты помнишь? Ну вот же вы вместе. На фотографии у беседки. Знаешь, у Гриши точно такая же есть. Это он вас тогда снимал. А теперь и ее нет. Знаешь, возле Чили есть остров. Ислароха называется. Там живут индейцы, которые раз в год избавляются от плохих воспоминаний. Они плетут маленькие лодочки, складывают в них все, что плохого случилось за год, и отпускают в открытое море. Они считают, что прошлое забирает слишком много сил. Двадцать лет назад, когда я вернулся в часть после смерти мамы, я отпустил от себя такую же лодку. Я решил начать новую жизнь. Ты был в Чили? Был. Там ослики еще маленькие бегают. Без хвостов. А я вот нигде не была. Когда в Москве училась. Каждую субботу домой. Летом тоже. Кате нужно было помогать. У нее уроки, тетрадки. Одной с девчонками не справится. Да и Гриша работал целыми днями. Знаешь, я когда-нибудь накоплю кучу денег и тоже поеду на остров Ислароха. Игорь Николаевич! Игорь Николаевич! Чего? Аня, с вами? Что случилось? Простых сухарей не было. Я с изюмом взял. Ничего? С бараниной не было. А с чем? Ладно, не тупи. Неси остальную. Слышь, фонарь-то нужен? Перебьется. Меньше видишь, крепче спишь. Да? Ну ладно. Вера, давай в носе это скорее. Давай-давай, Либочка. Давай, ну-ка. Лико вон там с топачкой. Ложи. Давай. Вещи походу кушать. Ладно. Мы вовремя успели. Я Веру до дома провожал. Подходим, смотрим, дым валит из окон. Мы сказали шланг из сада тянуть, насос включать. А что там загорелось? Григорий Иванович велел сказать, что электричество замкнуло. Но я же первый прибежал. Поджечь кто-то дома пытался. В каком смысле поджечь? Ну как? Книги свалили в кучу и подожгли. А вообще, конечно, какой-то поджог ненастоящий. Почему? Мне кажется, если хотели бы поджечь, льванули бы бензин. Кто-то, видимо, хотел его напугать. Ну сколько можно ждать? Это же вредно для легких. Ах, Гриша. Аппарат абонентом. Выключат или находятся? У меня новый день. Присаживайся. Слушай, наверное, нужно окна. Садись, поехали. Садись, поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, трезвый я, трезвый. Еще вечером собирались уехать вчера. Так что даже за здоровье молодых не выпекут. Вижу, что трезвый. Документы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Угу, угу. Ну и кто это, Семенов Игорь Николаевич? Это я. Все в порядке? Можете ехать. Зажигалка есть? Зажигалка есть? Ёбарашка. Апсем обалдел, что ли? Раньше хоть пьяный за руль не садился. Срочно. Звони его водителю. Этот Боров таких дел натворит, я его знаю. Да где ж его сегодня найдешь, водителя-то? Теща его звони и поскорей. О, молодцы, молодцы какие. Ребят, а может вы мне еще баньку посмотрите? А то у меня там у баньки, что ты дверь перекосила? Мам. Че, мам, че, мам, когда-то у меня в доме еще столько мужиков будет. Не волнуйся, тетя Свет, мы все сделаем. С удовольствием. Вот молодец. Мы и тебе невесту хорошую найдем. Нина, если кто похмеляться придет, ты подай. Но скажи, что мы второй день не гуляем. И так вчера всю ночь хоработит. Свет, Свет, я сейчас передумаю. Поехали быстрее уже. Че, поехали-то? Забыл, что ли, до базара два шага? Пошли, пешком дойдем. Пока, ребята, работайте. Никита, подожди. Никита, подожди. Помидоры-то почем у вас, мужчина? Скажите. Леш, а? Ты где такие центы видала? Во сне, что ли? В страстной пятнице? Я в Москве в три раза дороже торговала. В Москве. В Москве за килограмм дерева можно тысячу рублей вернуть. Свет, перестань торговаться. Бери, за сколько дают, я заплачу. Ну, как это? Как это бери? Как это бери? Такие деньжища просят. Да мясо заветренное, куры синие. Что? Что ты орешь, как потерпевшая? Что, Лета? Да, мало вас, Петюр Иванович, гоняй. Спекулянты вы, противные. Спекулянты? А вы только и знаете, взятки милиции давать. Да, спекулянты это те, которым к польским-то тряпочкам французские бирки пришивают. Вот они-то как спекулянты. Вот про вас-то и надо говорить. Молчи, вы мы своих отгоняй. Не руляйся. Это и мне нравится. Ходят тут. Тебе чего? Вот, правильно, заветренное. Какое заветренное? Еще один. Ну вот, я за барахлом сама в Польше ездила. Оставлю Ниночке на неделю. Денег, котлет накручу. И в поезд. Это мне только в прошлом году. Григорий Иванович заведующий столовой назначил. У нас тут в школе новую столовую открыли. Ну, вот меня. По старой партии пригласили. Григорий Иванович, Григорий Иванович. Вы без него сами-то хоть что-нибудь можете сделать? Нет? Без Григория Ивановича. А везде его упоминаете. Как этот. Святой заступник у вас какой-то. Ну, а что ты хотел-то? Игоряш, на нем вон сколько людей. Не говоря о семье. Ты-то вон один как перст. Это же сразу видно. От тебя никому не холодно, не жарко. А он обо всех заботится. Слушай, что ты обо мне знаешь? А? Да от меня может быть сто. В тысячу раз больше человек зависит от меня. Больше может быть, чем от этого вашего мэра. А что ты кипятишься-то? Че ты? Че ты разошелся? Вот прям как покойный дед Микола. Вот правда. Тот тоже такой. Как заведется с полуоборота. Ну, чего ты, ну. Да поняла я уже, поняла, что ты там в Москве человек непростой. И никакой ты не шофер. Но только вот ты не любишь никого, Игорь. Вот как будто специально никого не любишь. Нарочно никого. У меня Нинка такой была, когда ей 14 лет было. Тебе-то, ну, Игореша, тебе-то 40 скоро. Ты подумай. Ну, пора бы уж как-то научиться ладить с людьми. Ладить с людьми. А Григорию, Григорию Ивановичу, ему учиться не надо. Он просто сам по себе такой, понимаешь? Ему все люди свои. Ну, чего ты, Игорь? Ну, Игорь, ну, куда ты? Да пошли вы все! Привет, дорогая! Спасибо. 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 Что такое? Оля! Какое? Что ты здесь воскресенье делаешь, ну? Воскресенье? Воскресенье. Я пытаюсь дозвониться, между прочим. Ну, сам знаешь, сами знаете, кому, извините, да. Прости. Да, вот, выписала все нужные телефоны. Дозвонилась? Нет пока. Значит, мобильный недоступен, на турбазе никто трубку не берет. Ребят, вы эти доски распилите и в дровник сложите. А те, что поменьше, можно на щепки расколоть. Тут на целый месяц хватит печку топить. С такой тещей не пропадешь. Генерал. Это точно. Андрей, это тебя. На работу вызывают. Да и что, обалдели, что ли, а? В воскресенье, да еще после свадьбы. Алло. Ну, дают. Ты меня искал? У тебя загранпаспорт есть? А что? Поехали со мной прямо сейчас. Куда? Куда угодно. На Исларуху поехали. На Кубу. В Майами. Куда хочешь. Я хочу показать тебе весь мир. Очень хочу. Поедешь? Нет. Ты мне не веришь. Ты первая женщина, кому я это предлагаю. Правда. Я везде путешествовал один. Поедешь? Я тебе не нравлюсь. Нет. Ты мне нравишься. Ну, а что тогда? А, Семенов. Я так и знала, что встречу тебя именно здесь. Но при таком образе жизни лекарство тебе совершенно необходимо. Кира Михайловна, не сейчас, потом. Хорошо? Аня, его надо срочно лечить от алкоголизма. И печень. Я думаю, печень у него тоже не в порядке. А какие надежды он подавал? Кира Михайловна, я же совсем не пью. Да? Да. Если бы я был пьяниц, а как бы я закончил экономический факультет МГУ и курсы менеджмента в Лондоне? А? А врать, Семенов, нехорошо. Хотя ты всегда был склонен говорить неправду. Анечка, а когда он был в третьем классе, я его за это ставила в угол. Он плакал, хныкал и просился в туалет. Наконец-то! Я вам с самого утра названиваю. Послушайте, что за цирк вы устраиваете? Где вы набрались этой уголовщины? Я не понимаю, о чем ты говоришь, Игорь. Не понимаете? Я на улице рос, до пятнадцати лет. И то мне такое в голову прийти не могло. А вы, интеллигент, в хрен знает, в каком поколении такие вещи устраиваете. Я вас об этом просил. Игорь, или ты мне сейчас все объяснишь, или я прекращаю этот разговор? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Ну, какого хрена звонишь? Все в порядке. Лишний раз номер засветить. Да, у моста, как договорились. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, да, конечно, Станислав Альбертович. Я все понял. Да. А это точные сведения? Угу. Ну все, до связи. Спасибо. Спасибо. Эта земля нужна лично мне, понимаешь? Именно я, а не кто-то другой, будет финансировать строительство коттеджного поселка в Пригорске. Я знаю. Давно? Всегда. Почему не позвонил, не сказал ничего? Я ж очень хорошо тебя знаю. Очень много наслышанного владельца холдилга «Бетта Капитал» Игоря Семеновья. Знаю, что Игорь Семенов под своих решений не отказывается. И все равно будешь биться за этот лес с источниками. Да. Гриш, я буду откровенен с тобой. Я велел своему заму начать обрабатывать тебя. Он мужик терки еще, приандропию начинал. Тебя завтра начнут травить все областные бюрократы. Ты знаешь, я ничего другого от тебя не ожидал. Интересный ты мужик, Григорий Ромашкин. Григорий Иванович, я его нашла. Он под Астрахани, у нас в травах, на рыбалке. Звоните. Олечка, давай попробуем, пока без него обойтись, хорошо? Григорий Иванович. Оль, заходи дверь, пожалуйста, а? Ну и пожалуйста. Мой заместитель рассказал мне кое-что. Получается, у тебя тут и без нас проблем хватает. Есть маленько. Знаю только, что три дня тому назад ты потребовал увольнения начальника милиции Пригорска, прихватив его на взятках. Но решение еще не принято, потому что начальник областной милиции в отпуске. Я так понимаю, ему твоя помощница хотела испортить рыбалку. Игорь, знаешь, давай я своими проблемами буду заниматься сам, хорошо? Это тебя никак не касается. Гриша, еще вчера мне твои проблемы были по барабану. А сегодня мне не все равно, понимаешь? Мне не все равно, что делается у тебя в доме. И почему его собирались поджечь? Интересно, почему? Потому что там живет твоя сестра. Ты знаешь, Игорь, я думаю, что тебе мою сестру тоже придется оставить в покое, хорошо? Да ты он, хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, все в порядке. Можем ехать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Блин, я сейчас. Ты зачем взял этого дебила? Как зачем? Ты его кулак видел? От одного уеда любой штаны наложит. А толку-то у него в мозге, как у пятилетнего. Ну, если что, я с тебя шкуру спущу. А почему это как у пятилетнего? Он считать умеет, любит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Держи его, держи, а то он опять не бежит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так не говори, а то он обидится, он думает, что он человек. Ну че ты молчишь? Вообще-то мужчины должны говорить первые, а потом женщины. Меня зовут Игорь. Любочка, ты к папе пришел? Нет, к Ане. Аня дома? Уходи, ты ей не нужен. Почему? Потому что ты старый и некрасивый. А Анечка веселая, красивая, как Золушка. А ты уходи. Анечка, ты с кем там? Вообще-то со мной. Ты прости меня, я дурак, наверное. Меня Гриша прогнал, а ты не прогоняй, хорошо? Ты прости меня. Я не помню. Я дурак. Я не — Я заходю тобой, как органов? Яаю! Там! Я тоже твald Comred! Я очень локала! Как эту кот, так он меня Женый! Я жалюichtlich, подс Risку. Дальше. Хорошо. Ну что, пищу чайку, Надь, будешь? Конечно. Кому ещё чай? Там какой-то дядька, Зашчак. Том дурак, а за это Аня его посыловала. Люба, что ты такое говоришь? Дурак — это я. Здравствуйте. Вы уж извините нас. Она у нас иногда что-нибудь такое скажет, что прям со стыда хочется сгореть. Да не, она все правильно сказала. Хозяин, разреши остаться. Садись. Пойдем. Садитесь. Чай будете? Да, спасибо. Чайник передай. Скорей. Держи. Надю, поставь на место. И ты здесь. Игорь Николаевич, мне показалось, я вам сегодня не нужен. Да ладно уж. Чего ты. Спасибо. Вы шоколад не ешьте, варенье вкуснее. Его Галка варил. У нас шоколад ест только мама, а мы делаем вид, что не замечаем, потому что она худеет. Она с мамой занимается гимнастикой. А она у нас гимнастерка. Нет, гимнасистка. А этой комнаты я даже и не помню. Здесь ведь чердак было раньше, да? Угу. Знаешь, Галка когда к нам переехала, мы все думали, как бы ее отдельно разместить. А потом знаешь, когда она действует, как-то все само собой придумалось. Взяли здесь мастерскую. Подожди, а разве Галка не твоя дочь? Да нет, она наша родственница. Дочка какой-то семьюродной тетушки. Я ее даже не видела никогда, эту тетушку. Это Гриша у нас все родню знает. Так вот, тетушка заболела и попросила, чтобы Галя у нас пожила. Потом умерла. А Галя у нас так и осталась. Она еще совсем маленькая была. Знаешь, она хорошая девчонка. Такая тихая, но в то же время очень сильная. Слушайте, вот это вот, это что за собака-то? А? Да знаешь, два рняга месяца два назад, потом прибилась. От Галки не отходила. Пассировала ей, а потом исчезла. Где только не искали. Галка так расстроилась, даже похудела. Будете смеяться, я эту собаку в Москве видел. Серьезно? Честное слово, эту морду вот сложно спутать с кем-то. Слушай, надо Гале рассказать. Вот она удивится. Мартышки, Галя где? А она уже ушла. Куда ушла? Она же просила никого из дома не выходить, ну? Рисовать ушла, а куда не сказала. Погоди, Андрей быстрее съедет, держи. Машина за воротами. Она ведь в лесу, в реке рисует. Да. Правильно? Знаешь где? Разберусь. Пап, можно я с ним? Пойдем. Только из машины не выходи. Хорошо. Они тебе угрожали? Тебе что, отец сказал? Сиди в машине, я сейчас подойду. Здорово. Красиво отдыхаете. А что, твое место заняли? Да нет, я девчонку свою ищу, она сюда приходит порисовать. Худая такая, высокая. А вы не видели? Галка что ли? Прикол. И откуда у Тихонина такие мужики на Мерсах появляются? Нет, не было никого. Молодой человек, а вы только примерных девушек на Мерсах катаете? Да по-разному бывает. Не видели, значит, да? Сказано тебе было. Не было здесь никого. Давай валя отсюда, пока мы твой Мерс обрыва не скинули. Понял? Ну ладно, ладно, спокойно, спокойно. Отдыхайте. Игорь Николаевич, ее сегодня здесь не было. Понятно? Любушка, ну вспомни, голубчик, ну постарайся вспомнить, что она тебе еще говорила. Ничего, села ящик с красками и пошла. Нам Галка утром сказку читала, пробила снежку и семь гномов. А Любка все к ней приставала, чтобы она нарисовала, как они грибы на зиму запасают. Господи, а какие грибы? Стоп, стоп. Любочка, где твои гномики живут? Рису, в домике. Где же еще? Я, кажется, знаю, где ее искать. Туда. Они совсем недавно здесь были. Мы их. Блин. Атон Степаныч, Атон Степаныч, эй, эй, очнитесь. Ну вспомните, кроме Гали на родник кто-нибудь приходил. Вы меня слышите? Атон Степаныч. Парень прошел, спросил, как к роднякам пройти. Какой парень? Незнакомый, вот мордастый, такой, вязаный с шапочкой. А потом что? А потом, не помню, все расплылось, вязаный с шапочкой, все, кругом голова. Парализующий газ. Ничего, ребята, не помню абсолютно. Гриш, смотри, что я нашел. Игорь Николаевич, куда ехать-то, налево или направо? Григорий Иванович. Куда они еще могли ее отвезти? Не знаю. В даче у него есть. В лесу за рекой. Что смотришь? Заводи, поехали. Вы что, охренели, что ли? Зачем сюда приехали, уроды? Я ж сказал ждать у машины. Да ладно, мы там как пятно на лысине. Ну, что ты стоишь-то? Беги за ним. Сами наваляли? Сами разбирайтесь, придурки. Давай-ка сюда. Извините. Давай. Ну, что? Николай. 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 Погоди. Ты чего? Звук какой-то странный. Сюда. Аккуратнее. Аккуратнее. Осторожно. Ой. Надо чем-то рано промыть. Воды может. В машине йод есть. Там открыто. Больше ничего не помнишь? Нет, почти что ничего. Ну, вот что-нибудь. Ну, пожалуйста, да? Смел. Вот так. Ну, может, обрывки только слова. Я, наверное, не сразу отрубился. Они, когда меня тащили, говорили про какую-то чайку в лесу, но я не помню. Чайка, чайка. Чайка, чайка. Не чайка, а альбатрос. Да, альбатрос. Да, да. Гришка, альбатрос. Я машину ближе подгоню. Как назывался лагерь под Боровского? Пионерский, где мы с тобой столовку подожгли. Альбатрос. Что там сейчас? Чуть-чуть-чуть. Заврошен. Все, едем. Гришка, ну давай быстрее. Сейчас. Алло. Алло, скорая. Ромашкин говорит. Машину пришли на дачу Привалову. Дагда, разрекой. Не с ним все в порядке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok И если будешь молчать, рот не буду заклеивать. Будешь молчать, а будешь тихо сидеть, живо останешься. Поняла? Умница. Красивая. А, черт! Вот так будет лучше. Я к тебе еще приду. Мама моя родная. Кошмар на улице везу. Подожди в машине. Я походил в столице на данный момент. Сейчас Москва 15 градусов тепла, давление 747 миллиметров, влажность 96 процентов. Завтра в городе перемен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки啊 Слышишь, хозяин, а может я пойду к девушку? Навещу. Да сиди уж, доходяга. Я сам ее должен навестить. Тихо. Туда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, привет, крошка. А-а-а! Поверьте, следствие Крыбового создает жертв по 40 тысяч рублей. Адвокат Крыбового не согласен. Это ее голос, Игорь. Это Галка. Ты посмотри с этой стороны, я обегу с другой. Понял? Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Даже стрелять разучился. Мозила, мразь! Всё равно убью, ненавижу! ТЕЛЕФОННЫЙ ШИСТ КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, всё, всё. Иди сюда. Всё, прошло, всё. Все, успокойся. Где у нас слезки? Дядя Гриша, что такое? Да ничего. Это кровь. Да ничего. Подожди ты. Тебе больницу надо, дядя Гриша. Сейчас же все, пошли. Катя, Катя, не волнуйся. Гриша! Катя, все в порядке. Ну, все хорошо. Видишь, все нормально. Мы живы-здоровы. Ну, с Галкой тоже все хорошо. Катя, ну не плачь, а. Все нормально. Она в больнице, в жизни все хорошо. Ну. Ну, давай не плачь. Ну, иди сюда. Ну, что? Ну, все, все. Все хорошо. Не буду плакать. Не будешь? Ты теперь даже на Ван Гога стал похож. Смотри. Ты что намотал-то? С Галкой все нормально? Да. А Аня дома? Аня. Аня наверху спит с девочками. А, ну ладно. До завтра тогда. А Галке скажите, что она молодец. Игорь, ты знаешь, я думаю, ты сам не должен об этом сказать. Ой, испачкался. Игорь, вы поймите нас правильно. Маринка строго-настрого запретила Григорию вам говорить. Это была ее последняя просьба. Дело в том, что она думала, что вы ее просто больше не любите. Она все ждала, ждала, что вы напишете. А вы ей даже открытку не прислали. Извините. Ну, в общем, просто она думала, что раз вы ее разлюбили, то вы и дочку полюбить не сможете. Да. Игорь, ну, не надо. Ну, не надо, не надо, ну не надо. Ну всё, 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 вот, всё, вот, вот. Ну… Ты уж не пропадай, а то опять исчезнишь на двадцать лет. Ну не пропаду, осенью приеду, я скажу. А я, может, только и не проживу. Насчет дедовского дома, слышишь? Через неделю пришлю строителей, к зиме должны все починить. Ну ладно. Будет хоть молодым, куда отец ехать. Спасибо, дядя Игорь. Не за что. Ну все, давай. Пока. А ты чего здесь поехал? Гришка ж по городу ближе. Извините, Игорь Николаевич, у меня тут дело одно. Можно? Я быстро. Ну давай. Давай. Привет. Носи на память. А когда вырастешь, я за ней приеду. А когда вырастешь, я за ней приеду. А где ж ты? Ах ты господи. Фух. Чёрт-те что. Ты куда? Там, там, спрячься. Иди. Это ж он, дружище. Как же ты здесь оказался? Это он. Понимаете, как он сюда попал? Игорь Николаевич, извините, не знаю, как пробрался, но гавкает лучше любой сигнализации. Разрешите оставить? Пап, ну пожалуйста, разреши. Я вас умоляю, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, поскольку таких проектов у нас не было, мы решили обратиться в Гамбургскую корпорацию. Эта фирма хорошо известна своими работами со СПА-курортами во Франции и Прибалтике. Так вот, немцы приехали в Пригорск, взяли пробу воды, и они считают, что наш проект окупится в течение трёх лет. А учитывая осторожность немцев в расчётах, я думаю, окупится в течение двух с половиной лет. Ну, может быть, чуть больше. Да, но вопрос только в том, сможем ли мы договориться с этим Ромашкиным. Сможем. А вы у него сейчас сами об этом спросите. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Хозяйка дома? Давай, открывай. Вы к кому? Здравствуйте. Здрасте. Лукьянова Кира Михайловна, это вы? Да, это я. Очень приятно. Вам подарок. От кого? Ну, это я не знаю. Велено только передать, что от какого-то вашего бывшего ученика. Ученика. Да, давай вывозди. А что там? О! Ну, что, мне вас проводить? Да нет, Андрюш, не надо. Спасибо. Игорь Николаевич, ну, ты слышал, что жена сказала? Угу. Ну, хорошо. Так, тогда хорошего полета вам. Через две недели встречу, как договаривались. Спасибо. И чтоб никакой турбулентности. Ну, кто тебя просил, а? А что такое? Как жалко, что до Чили, иначе к самолетам не добраться. Если бы вы знали, как я ее теперь боюсь, этой турбулентности. Пойдем. В сердце пожар преступный, Светом луны беспутной, Ночью с ворожьим лугом босых труб. Гордость топтала стылью, С хмарою тучей синюю, Бьется заря, сверкая, Грешница рая. А прокидутся звезды, Запах травщий бледнострий, Лето кончится любовью без ответа. Тихо шепчет и нежно, Будет грусть неизвежна, Пока гуляй, родная, с ним рассвета. Тихо шепчет и нежно, Будет грусть неизвежна, Пока гуляй, родная, с ним рассвета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова